Итак, снова всем привет. Я попробую вызвать в этой комнате босса. Я не знаю, как его, блять, строить надо. Ну ладно, сначала я подумал, я долго думал перед тем, как его вызывать. Я думаю, что мне нужно какое-то подкрепление. Так как у меня кроме снега никаких ресурсов нету в тайге, то я, наверное, буду делать снеговиков. Хотя я не знаю, они что-то дамажат вообще или нифига не дамажат своими вот этими вот снежками дебильными. Но проверим. Я тыков насобирал, нафармил. У меня есть вот доспехи. Я их, наконец-то, заенчантил. Там, правда, довольно-таки дерьмовые энчантики. Там пятого, девятого левела, потому что у меня на больше не было. Но это не важно, все равно должно помочь. Чем простые, конечно. Я читал, что нужны алмазные, но алмазных у меня нету, потому что слишком дорого. Так. Ну, у меня маловато, наверное, я не знаю. Так вот, чтобы они не выбегали. Наверное, еще сделаю. По максимуму. Пусть дамажат его. Еще у меня, конечно, комп не взорвется. Итак, значит, из этого босса должна выпасть такая звездочка, из которой можно будет делать пирамиду. И пирамида, она не только делается из алмазов. Она также может быть сделана из железа, что меня очень сильно радует. Потому что железо можно насобирать все-таки на карте. Так, бля. Как тебе строить? Написано, что он должен быть 3 тайла в высоту. Значит, наверное, один лишний я поставил. Так, ну, попробуем вот так вот. Так, у меня есть 3 яблока, лук, медь и его бошки. Больше ничего нема. Яблоки должны дать мне, конечно, преимущество. Одна бошка. Ух ты, круто. Никогда бошек не видел. Вторая. Ой, бля, чё это такое, чё это? Что такое, что это? Блядь, он увеличивается. Да пиздец. А, он, в принципе, не такой прям мощный. Сука, он сломал все мои факелы, вонючий урод. Ой, блядь, да мы тебе нахер. Да нахера такое делать просто? Ну, хотя, в принципе, я... Тащу, я тащу. Говно кусок, бля. И чё? А, есть. Да ну нафиг, я ж пересрался. Чё-то снеговики все по бороде пошли. Да ну нафиг, блин. Это звезда вообще. Ну, вообще, хотя, в принципе, доспехи не пострадали абсолютно. Наверное, его надо делать, я думаю, в какой-то комнате и направлять туда луки. Просто, чтобы это была комната из обсидианы или из какого-то камня, который он не сможет проломать. И сделать там такой вот полигон, чтобы он появлялся, нажимать на кнопку, его просто расстреливало из диспенсеров. Ну, блин, это было круто. Я надеюсь, что на этом всё закончится, потому что я читал, что там есть какой-то баг, что он постоянно появляется. Раздолбал всю комнату. Блин, его надо делать подальше, реально, в подземельях, потому что он может разломать просто все ваши постройки. Так, ну что. Это было быстро. Я думал, что будет немножко сложнее. Всем спасибо, кто смотрел. Хотя, блин, можно было сделать на поверхности, чтобы больше посмотреть на него. Ну, ладно. Как получилось уже. Это первый, наверное, не последний ему этот призванный чижик. Так, ну всё. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. В следующий раз я покажу автоварку зелий, которую я хочу сделать, чтобы немножечко облегчить себе игру и не заморачиваться по поводу рецептов. Потому что помнить все рецепты довольно-таки сложно. Вот. Всё, поехали. Подъедем наверх и закончим на этой красивой, шикарной железной дороге нашу ноту, наше видео. Поменялись немножко текстурки. Трава стала... Вот, кстати, сейчас мы и проверим. Да. Выгрузились 32 арбуза. 32 арбуза выгрузились. Так что всё работает. И уже без дюпов, наконец-то, можно спокойно играть и не думать о том, что это будет дюпаться. Потому что, блин, у меня... Где этот сундук? Был какой-то сундук, блин. В нём было столько этого говна красного. Незерварта. Полный сундук. Задюпался. Жалко выкидывать, конечно. Но с другой стороны вот поменялся немножко текстурка. Всё. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. До следующего раза. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok